Котики, всем привет! И сегодня на моем канале будет очень интересное и полезное видео. Если вы не подписаны на мой инстаграм, то вы наверняка не знаете, что я увеличила губы совсем недавно. И я бы хотела сегодня поделиться с вами своей историей, рассказать про свой опыт, ответить на ваши вопросы. Так что, если вам интересно, обязательно присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. И сразу, перед тем, как начинать, хочу вас очень сильно попросить не писать негатив в комментариях, зачем ты это делаешь и так далее. Это моя жизнь, это мое лицо, это мой выбор. Пожалуйста, уважайте его, если вы следите за мной. Мне так нравится и я буду делать то, что мне нравится. Я не спрашиваю никого, как мне лучше, что мне делать и так далее. Я просто делюсь опытом, рассказываю свою историю, потому что знаю, что многие интересуются этим, потому что всегда от вас много вопросов, многие хотят сделать и сомневаются. Так что, пожалуйста, будьте добрее. Если вам что-то не нравится, просто отпишитесь. И все, я держу только те, кому я нравлюсь, кто меня любит смотреть. И также хотела сказать, что я никого не заставляю увеличивать губы, я просто рассказываю свою историю, свой опыт. И также хотела сказать, что если вам нет 18 лет, такую процедуру делать нельзя. Я уже, кстати, снимала похожее видео, но именно сегодня я бы хотела вам показать какие-то фотографии здесь, финики, потому что позавчера я сделала эту процедуру, и все, если можно так сказать, свежее. Так что я бы хотела вам рассказать больше. И начну, наверное, с вопроса, который чаще всего мне задают, больно ли это. На самом деле это все индивидуально, все зависит только от нас. Зависит также много от специалиста, от доктора. Но на самом деле для меня это терпимо. Я себе старалась настроить на позитив. Я настроилась в себя, что все будет и хорошо, и процедура прошла очень быстро, безболезненно и, в принципе, легко. И сразу хочу сказать, сейчас они у меня огромные. Да, я знаю это все из-за того, что у меня сейчас отек и синяки. Вы можете увидеть, как выглядят губы на следующий день после увеличения. Есть отек и синяки, но это все индивидуально, в принципе. Все пройдет через несколько дней, и они будут в два раза меньше. Не буду всегда такими большими, не волнуйтесь. Как долго будет сохраняться эффект? Смотрите, это все зависит тоже от нас. Есть некоторые, кстати, факторы, которые на это влияют. Например, когда мы ходим часто в спортзал, это тоже влияет. Если коротко сказать, то все зависит, в принципе, от нашего здоровья и от нашего образа жизни. Средний эффект держится 6-8 месяцев. Также девочка меня спрашивала, сколько нужно колоть в первый раз, потому что у нее очень маленькие губы. На самом деле, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не специалист. Мне кажется, что с таким вопросом лучше обращаться к специалистам. Но могу сказать то, что советовали мне. Первый раз лучше не доколоть, чем переколоть. Тогда вы будете понимать, какой эффект вы хотите, нравится ли вам вообще. И вам не придется ничего выводить. Я лично советую первый раз колоть 0,5 мл. Ваш филер хорошо распределится по губам, и вы будете понимать, стоит ли докалывать, не стоит ли докалывать. Вы не будете ни о чем жалеть. Так делала и я, и кстати, я всегда подкалываю только 0,5 мл, потому что мне кажется, что 1 мл для меня это слишком много. Также мне спрашивали, жалею ли я, что я увеличила губы. Вообще нет, потому что я недавно даже смотрела свои старые фотографии, и у меня там настолько маленькие губы, особенно верхняя губа. Я хотела сделать эту процедуру давно, и решилась пойти на нее на втором курсе. Я вообще не жалею, потому что мне кажется, что с большими губами я выгляжу как-то милее и нравлюсь себе больше. И кстати, я заметила один факт. До увеличения губ, когда я делала фотографии, я могла фотографироваться час, даже больше, потому что я себе просто не нравилась. А сейчас я делаю фотографии 2-3 минуты и готово. Так что я себя чувствую увереннее, и почему бы и нет, если я хочу что-то в себе изменить, чему нам должен кто-то запрещать что-то делать, если нам так будет лучше, если мы будем чувствовать себя комфортнее и увереннее. Так что я за изменения, и в принципе я никогда не жалела, и наверное не пожалею, что я колола губы. Как долго длится процедура? Я уже отвечала на этот вопрос. Процедура очень быстро проходит, время просто пролетает. Мне кажется, что больше всего времени занимает анестезия, если, конечно, у вас на нее нет аллергии. Это обезболивающее. Мне лично накладывали специальный крем, кололи мне губки 10-15 минут, может даже и меньше. Все зависит от того, какой вам нужен препарат, если у вас какие-то усложнения или еще что-то. Кстати, забыла вам рассказать кое-что. Когда мне спрашивали, больно ли это, больнее, когда нам делают массаж, чтобы вот этот филлер распределился нормально по губам. Что делать, если мне не нравится, как мне увеличили губы, как мне с этим жить, что мне делать? Вообще это не проблема, так как есть специальные препараты, которые выводят филлер с губ. Так, у меня солнышко. Вот этот препарат полностью растворяет филлер с губ и убирает гиалуроновую кислоту. Сколько стоит увеличение губ? Лично я платила 4700 гривен, это где-то 12000 рублей. Это нормальная цена хороших специалистов. И, пожалуйста, не экономьте на таком, идите только к проверенным специалистам. Следующий вопрос. Что не нужно делать после процедуры увеличения? Лично мой доктор наставил на том, что нельзя курить кальяны. Ну, в принципе, я кальяны не курю, потому что я их не люблю, у меня от них болит голова, если честно. Нельзя посещать бассейн, красться нельзя в первый день, как мне говорил доктор, и не принимать горячие ванны или душ. И вообще, если вы надумали себе увеличивать губы, то я советую вам все обсудить с доктором, пойти на консультацию. Что вы хотите сделать? Посоветоваться, как вам будет лучше, так как это не только наша красота, но и здоровье. И вообще, кто не знал, филеров есть достаточно много. Доктор вам подберет тот, который вам идеально подойдет, который ляжет лучше всего и с которым вы будете выглядеть прекрасно. Также девочка меня просила оставить фотографии до-после, здесь вверху я оставляю. И, кстати, можете зайти в мой телеграмм, подписаться, потому что там я выкладываю еще больше фотографий, писала про процедуру. Поэтому заходите обязательно, буду рада вас там видеть. Еще один вопрос, чувствуется ли препарат в губах? Вообще нет, только первые дни губы кажутся твердыми, но это нормально, оно пройдет через несколько дней. Как Андрей относится к тому, что увеличила губы? Нормально, он меня во всем поддерживает и не запрещает мне делать то, что мне нравится. Так что, да, он нормально относится к этому. Болят ли губы после процедуры? На самом деле болят первые два дня, а потом уже все проходит. Но, скажем так, все терпимо, нужно использовать специальную мать, нужно правильно за ним ухаживать, тогда все будет хорошо. Наверное, я больше сняла это видео для того, чтобы девушки, которые хотят идти на увеличение губ, или на любую другую процедуру, были просто внимательны. Потому что недавно я в инстаграме увидела страшную ситуацию, когда косметолог избил девушку за то, что она попросила диплом. Это страшно, потому что каждому клиенту просто обязаны показать диплом, обязаны показать все документы, что вот этот доктор имеет право делать какую-либо процедуру. Также есть миллионы ситуаций, когда девушки умирали в кабинете доктора, если его можно так назвать, не могли дать медическую помощь. Это ужасно не вкладывается в голове. Поэтому просто настаиваю на том, если вы идете к доктору, обратите внимание на его диплом, обратите внимание, как он себя ведет. Также важно помнить, что доктор должен, просто обязан, открыть препарат при вас, показать вам, что он новый, что им никто не пользовался раньше, что он не открытый. Вы также можете подписать контракт. Кстати, хороший специалист должен убедиться, что у вас нет аллергии, что вы не беременны, что вам подходит препарат, что у вас нет никаких воспалений в области куб. И, конечно, вы должны обсудить желаемую форму куб. Также я вам сняла специальное видео, где показываю, что доктор открывает препарат со мной. Также читайте отзывы, если они есть, смотрите фотографии до после. Читайте комментарии, если у него есть страничка, потому что лично я всегда на такое обращаю внимание, но не всегда, в принципе, у хорошего косметолога, у хорошего доктора есть профиль, есть страничка, такая формальность. Ну что, котики, я ответила на все вопросы, которые вы меня спрашивали, которые вы мне задавали в инстаграме. Кстати, если вы хотите попасть в следующее такое видео, неважно про губы или какой-то вопрос ответ, то просто подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я больше с вами общаюсь, показываю свою жизнь. Я надеюсь, это видео для вас было полезным, интересным. Если да, то вы знаете, что делать. Я вас всех безумно сильно обнимаю и целую. Всем спасибо за просмотр и пока. Увидимся очень-чень скоро и будьте добры. Субтитры сделал DimaTorzok